В ноябре 1987 года в Усть-Каменогорск нагрянули лютые морозы. Ночью температура опускалась до 50 градусов. Некоторые очевидцы отмечают, что температура опускалась и куда ниже, бывало до 53. Как вспоминали наши бабушки и дедушки, даже птицы не выдерживали такие морозы и падали на землю. И вот в одно такое морозное ноябрьское утро 1987 года, примерно 26 или 27 числа, фотограф Октябрьского дома быта Олег Васильченко гулял по берегу Ульбы со своей собакой. Подходя к Ульбинскому мосту, пес начал вести себя неадекватно. Лаял, выл и настойчиво тянул хозяина под мост. Не понимая в чем дело, Олег все же решил проверить, чем так недоволен питомец. Зашел под мост, огляделся вокруг, посмотрел наверх и ужаснулся. На балке моста он увидел огромную трещину. При этом по нему ходили машины, трамваи и пешеходы. Мост мог рухнуть в любую минуту. Именно на это место привела собака своего хозяина в ноябре 1987 года. И здесь Олег Васильченко увидел эту самую трещину. Не раздумывая ни секунды, мужчина побежал домой и позвонил в тогда еще милицию. Через час движение по мосту будет остановлено. По радио и телевидению власти сделают экстренное заявление. И тут возникнет другая проблема. Город фактически разделился на два берега. Люди стали фактически заложниками ситуации. Одни остались в Ульбинском районе, другие в Октябрьском. На улице мороз 50 градусов, а надо домой, кому-то на работу, кому-то с работы. И люди кинулись к мостику, который находится вот где Крылова, на Солнечную. Но он был маленький, пешеходный, там еще идут трубы. Об этом моменте есть упоминание в сети ВК. Человек написал комментарий, очевидец этих событий. Я служил тогда в ночной милиции города, авария произошла где-то в 17 вечера, сила мороза была 53 градуса. Лопнула опора моста и часть моста просела. Мост сразу закрыли. Но тысячи людей после работы с детьми стояли возле моста, их не пускали. Они пошли на мост трубопровод возле швейной фабрики «Рассвет». Люди бросились на этот мост с двух сторон Ульбы и сразу создали пробку. Наши наряды стали толпу рассекать дабы избежать давки и организовать пропуск двумя параплельными потоками. Люди от мороза вели себе как безумные. Они полезли на обледеневшие трубопровод моста и пошли по нему. С детьми на руках нас толпа, всего 10 человек нас было. Отбросило. Я как старший сообщил в УВД, что ситуация вышла из-под контроля. Сейчас люди начнут гибнуть в толпе и падать с моста. Потребовал срочно открыть целую часть аварийного моста. Это было принято и мы срывая голоса снова разрезали толпу и убедили людей идти на старый мост. Там было безопасно. Таким образом никто не погиб, однако все сотрудники получили разные травмы. Ночью в городе замерзло 8 человек на улицах. Когда уже мост сам проверили, людей решили пропускать вот по той стороне. Там, видимо, было безопасно. И люди уже, как мы видим на фотографии, свободно стали переходить. Потому что иначе бы была давка на тех мостах и как бы это не очень хорошо. И так, видимо, и осталась та часть моста пешеходной по сей день. Проезд к мосту был перегорожен. Трамваи доходили до тупика. И было интересное решение придумали. На рельсах поставили стрелки. Ну, то есть, переделали их, так скажем. И сцепили два вагона. Один ехал в одну сторону, другой обратно. И то есть, доезжая до тупика, переводились стрелки и другой вагон тянул его обратно. Может быть, помните, в советское время, да и в 90-х, ходили такие двойные вагоны. Только эти были сцеплены в разные стороны. И другой, один другой тянул. Вот такое вот было интересное решение. А автобусы доходили вот до тупика. Люди пешком шли по той стороне. садились на тот же номер, скажем, автобуса и ехали дальше по своим делам. Вот как-то так вышли из положения. Вот даже трамвайчик новый. С этой стороны происходило то же самое. Автобус доходил до моста. Люди с той стороны переходили пешком, садились на него и ехали дальше на работу. Так же и трамваи. Еще ходил поезд у кавокзал ТМК. Видимо, чтобы перевозить рабочих на заводы. Примерно где-то здесь, в районе Дворца Спорта, была сделана насыпь на зиму. А на лето она разбиралась. Потому что ульба разливалась и не выдерживала. И вот люди по ней ходили пешком. Возможно, даже на машинах. Вот этого я сейчас не вспомню. Потому что я был маленький и очень-очень смутно помню, что вот была какая-то насыпь. То, что она была, это я точно помню. Вот эту часть моста, на которой я сейчас нахожусь, ее просто взяли и отодвинули какими-то уникальными технологиями в СССР в сторону Дворца Спорта. А ту часть стали ремонтировать. И ремонтировали ее где-то два года. Вот почему и образовался вот этот самый проем. Так как вот эта часть моста старая, 1958 года. Поэтому здесь такой большой пешеходный как бы проход. А вот эта часть это уже совсем другой мост. Если мы посмотрим изнутри на этот мост, то здесь мы увидим, что это совершенно два разных моста. Обратите внимание, вот здесь клепки, а здесь уже идут болты. Поэтому это совершенно другой мост. И здесь можно еще увидеть, как остались вот, как сваркой разрезали его, делили на две части. Поэтому вот этот мост, это вот тот самый, 1958 года, старый. А это уже новый. Владельцу пса Олегу Васильченко тогда вручили награду. Какую именно, доподлинно неизвестно. Фото награждения хозяина чудом уцелело в архивах газеты Рудный Алтай. Собака-герой была порода Эрдель-терьер по кличке Реймонд-Браун. Хозяева ласково его называли Рей и Реша. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин